В течение месяца я думал, стоит ли мне ехать на мажоры в Рио. С одной стороны, пропускать такое событие совсем не хотелось, но с другой, лететь 25 часов в одну сторону тоже не кайф. Я сделал пост про Рио в своем телеграм-канале и больше тысячи лайков проголосовал «Да, езжай». Поэтому ребятам из Телеги огромное спасибо, вы правда решили судьбу этого ролика. И за два дня до вылета я все-таки осмелился купить билеты, и я полетел в Рио. Да, не просто так, я говорю «я», потому что я был один. Поэтому мне пришлось найти в Бразилии англоязычного оператора. И поэтому иногда могут быть проблемы с фокусом, но во втором влоге он исправился и стало гораздо лучше. За это время на канале уже вышло два интервью с победителем текущего мажора и предыдущего, с Джеймом и Твистом. А сейчас осталось показать вам то, что происходило за кадром этого турнира. Второй влог выйдет уже через 4 дня, поэтому подпишись на канал, чтобы его не пропустить. Спасибо ребятам из Винлайн за поддержку данного ролика. Без этих ребят поездки бы тоже бы не было. Они помогли ей с поездкой и с уверенностью с тем, что все получится. Ну что ж, приступаем. Первая часть влога. Друзья, всем привет, меня зовут Эрик Шоков. И прямо сейчас мы находимся в Бразилии, Рио-де-Жанейро. И да, я здесь не просто так, потому что это символ этого города, может быть даже этой страны. Но на данный момент символ этой страны является чемпионат мира по CSGO. Прямо сейчас 16 лучших команд сражаются за титул лучшей команды этого года. Ну а также за призовой фонд 1 250 000 долларов. Да, он звучит не особо круто, но как звучит аудитория этого стадиона? Сегодня вы увидите, как фанаты бразильского КСа болеют за их команды. Что творится вокруг этого мажора? Что творится под мажором? Можно ли тут купить пины для CSGO? Можно ли здесь купить какие-то классные ништяки, которых не было на прошлом мажоре? Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим роликом и подписаться на канал, потому что такой контент этого заслуживает. Давайте приступать к этому ролику, потому что мажор уже идет. Погнали! Так, я только что вышел с самолета, и на самом-то деле было ощущение, что меня не впустят, потому что это уже моя третья попытка попасть на мажор. Первая была неудачная, это в Стокгольме. Меня просто заблокировали, сказали, что ты не пройдешь самолет. Вторая была удачная, это в Бельгии, но и вот сейчас третья была. Получилось. Ну что ж, начинаем делать какие-то контентики. Что самое интересное, у меня до сих пор нет проходки на турнир. ESL мне не ответили. Они ответили только на плей-офф. Но чтобы смотреть легенды, у меня нет никакого права только покупать билет. Потому что я написал им за один день до прилета. Потому что я очень долго думал об этой поездке. Влажно, очень влажно, а дышать очень сложно. Пока такой вертик. Пока выглядит здорово. Заселяемся. Погнали. Я понимаю, вот этот стиль, вот эта экономия. А как зайти? Что за трэш? Бразилия, это уже 14-я страна, где я находился. И, по сути, постоянно у меня одно и то же в рюкзаке. Я это уже показывал в Бельгии. И чтобы вы поняли, что у меня все по-настоящему, у меня постоянно одно и то же, я вам сейчас покажу, что у меня было сегодня. Вот так выглядит весь мой набор, который поместился вот в эту маленькую сумку от Logitech. Конечно же, уже в следующем году у нас сотрудничество подходит к концу. Но сумка останется. Сумка кайф. Реально помещается очень много чего. Винлайн, сайвершок, всякие шортики. Но, учитывая такую погоду, шортики тут не понадобятся. Нижнее белье. Давайте пропустим этот момент. Зарядка для повербанков, микрофонные петлички, стабилизатор, за которым меня чуть не убили. Потому что он похож на ствол. Я прекрасно понимаю, что меня за это будут проверять постоянно. Но не брать его, это будет ошибкой. Стабилизатор очень сильно нужен в кадрах. Это у нас зарядка для камеры. Она очень много чего хочет. А вот сами батарейки. Это у нас повербанк. Я купил за один день до полета 20 тысяч миллиампер. И очень сильно кайфанул, потому что я зарядил телефон два раза подряд. Наушники два раза подряд. И тут, наверное, осталось ряда. Ну, три осталось. Окей, было четыре. Это зубная паста, зубная щетка. И это мое спасение. Господи, какие же они прекрасные. Я их купил в Узбекистане во время съемок с подписчиками. Там было очень дешево. Я так думал, но в самом деле цена обычная. Они стоят в груди даже дешевле. Ну, в любом случае, какая-то память осталась от Узбекистана. Я приобрел это у вас на рынке. Это у нас камера Sony A7 III. И на самом деле, думаю, уже обновляться на A7 IV, потому что сейчас я снимаю в 1080 60 FPS, а хочется в 4К. Эта камера не может делать 60 FPS на 4К. Наличка, если у меня карта заблокируется, и она заблокировалась, я сейчас не смог оплатить отель. Грузинский банк подумал, что я потерял карту и грузин уехал в Бразилию. Это у нас картридер, чтобы перенести файлы сразу на компьютер быстренько. Паспорт грузии, который дал мне возможность приехать сюда без виз. Получается вот такая вот история. Ну, кайф же. Уже через 12 часов начинается первая игра на мажоре, но у меня нет проходки. Я не знаю, я буду с оператором, как будто все окей, но нет. Я стал даже не в курсе, что я приду сегодня. Если что, я просто куплю билет как зритель, и, возможно, будет даже поинтереснее, может быть, эмоций будет как-то больше у людей и так далее. Такая вот история. Тут валяются кокосы. А, так этот кокос, который уже был использован. Я сейчас впервые нахожусь у океана. До этого всегда было Черное море, еще раз Черное море, еще раз Черное море, и еще раз Черное море. Потом еще было Средиземное и Баренцево в Мурманске. Но, если смотреть прямо туда, ну, вроде, отличий каких-то нет. Выглядит как море. Но песок кайф. Абсолютно кайф песок. Слушайте, я думаю, можно разуться. Сейчас проверим воду на качество. Оу. Так, ну и все. Миссия выполнена. Бабушкинский способ отметить себя. Я это сделал. Так, ну что ж. А сейчас мы направляемся, наконец-то, на сам мажор. У нас весь путь продолжается без билета. И мы уже зашли спросить, можно ли получить как-то прессу, если у нас есть пресса для плей-оффа. Но нам сказали нет. Мы грустно вышли со стадиона и встретили Камика и Илюфикса. Ладно, здорово. Здорово. Не нервничай. Привет. Ситуация такая. Я стою вот там вот. Вот там вот. Он стоит тут. А я просто втыкаю вот Илью ждал. И смотрю, знакомое лицо. И задумал, о, здорово. А я его видел в сторисах у Монроги. И все. И мы тут подошли и говорит, у него билетов нет. А у нас было два личных. Сегодня она решали. И так получилось. Да, получается, это наша первая встреча и с Ильей, и с Хамиком. Да. В реале. Да, вот. И вот, вот что у нас получено. Четыре дня, которые стоят по 200 долларов каждый. А нет, это бразильских реалов. В любом случае, ребят, спасибо. Я пошел смотреть, какие эмоции были у Нави Виталеса. 25-22. Просто, да. Это просто аграус, чтобы ты понимал. Они молчат, я дамик, цауп, цауп. Как раз сейчас будут и еще игры. Нави сегодня же будут играть еще раз. Против Cloud9. Против Cloud9. Ладно, сейчас посмотрим всю эту атмосферу внутри. Все, давайте. Так, ну что ж, я думаю, сейчас самое время для того, чтобы посмотреть, как выглядит проходка на сам ажор. Я сегодня буду со стороны зрителя, потому что у нас нет билета на прессу. Все будет в плей-оффе. Зато есть какие-то плюсы. Мы сейчас посмотрим, как выглядит все это со стороны бразильского фаната. Здесь, понятное дело, огромнейший культ личности именно Фоллона, потому что он считается в Бразилии просто легендой. Это можно объяснить даже билбордами, которые находятся вокруг всего этого мажора. Люди только ходят в мерче Imperial. Иногда встречается Фурия. И, кстати, еще встречается Нави. Именно бразильский их мерч. У них очень хорошо получилось влиться в эту атмосферу. Стимпл очень сильно помогает Нави, потому что поддерживает их, делает ретвиты, твиты, все про бразильцев. Он в этом плане молодец. Небольшая рекламная интеграция. Хотел бы рассказать вам про сайт Gigi Drop. Это сайт под крючью кейсов, который сложно назвать сайтом, потому что у них уже есть проложение. Вы можете скачать это проложение себе на телефон и открывать кейсы хоть в Рио-де-Жанейро, хоть в самолете, если у вас куплен Wi-Fi там. Окей, возвращаемся в Gigi Drop. Я хотел бы вам сказать о том, что это сайт, который дарит просто кэшбэк на каждом шагу. Давайте начнем с того, что вы закидываете тысячу рублей на сайт и получаете тысяча сто. Только в том случае, если используете мой промокод, который называется Рио. Окей, у вас тысяча сто рублей, но это еще не все. Эти тысяча сто рублей превратились в поинты, и теперь у вас тысяча сто поинтов в ивенте, который называется Wild. Каждый рубль это один поинт. Вы покупаете пули и стреляете в мишени. В каждой мишени есть какой-то приз. Это первый ивент. Второй ивент заключается в том, что чем больше ваш оборот, тем больше вы открываете бесплатных кейсов. Третий момент. Чем выше ваш оборот на сайте, тем больше шансов получить ценный приз просто за то, что вы в топе. Ссылка на джидроп и промокод Рио есть в описании этого ролика. Ну, а мы идем дальше. Халявные билеты работают. Один из самых частых вопросов, которые я вижу в интернете, есть ли сейчас пины на мажорах. Что такое пины? Это капсулы, где вы можете получить какие-то интересные значки. Они физические, в реальной жизни. Но в каждом из них размещается еще и код, который вы вводите в Steam и получаете за это этот же значок в CSGO. Самый дорогой считается вроде бы вой. И вот, моя задача сейчас найти такие штучки, потому что их можно было раньше купить только на мажорах. Сейчас я без понятия где. Их просто нигде нет. В Бельгии их не было. Это у нас получается магазин ESL. У меня есть очень большое подозрение, что здесь больше ничего нет. Единственный магазин ESL. И я больше ничего не вижу. Сейчас я нахожусь в коридоре, который по сути объединяет все трибуны. Вы можете отсюда подняться или же спуститься. В Бельгии люди спускались после матча и пили пиво. Давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Так, здесь у нас попкорн. Ладно, тут абсолютно ничего нет. Давайте подниматься и сейчас будет первый кадр со сцены. Я еще этого не видел. Погнали. Слушайте, пока эмоции странненькие, потому что я понимаю, если бы у нас были бы места прессы, мы бы сидели где-то там. А так сейчас будем со зрителями, но это опять же плюс. В итоге пинов нам не оказалось. Я поискал, поспрашивал, ничего. Не знаю, какая политика у Valve, но у них был все-таки свой шарм. Свой шарм попадать именно на чемпионат мира, потому что больше нигде ты бы их не купил. Ну окей. В итоге я взял себе на память несколько футболок. Na'Vi, Dust2 и Counter-Strike. Последние две это бренд от Fallon'a, который продается в Бразилии. Каждая стоит по 250 бразильских реалов. Это около 50 долларов. Футболки Fury и Imperial раскупили в первый же день. Найти их было просто невозможно. Если сейчас Fury заберет эту игру, здесь будет такой трэш. Давайте смотреть. Була-ты! 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 И вот он уже начинает арт лететь со своей фармилкой. Вандафу пропускает на себе все ближе и ближе. Арт начинает уши, забирает свайперы, Арт! Но только два игрока сберет живых. Один теперь против Fury. 1-4, так или иначе. Первая половина зажигательная была. трэш. Может быть, он закончился. Какой стоп! Идет! Флор сирен и обеспечивает планы. Кейсерарто, он начался и он закончится с фоя и брюмстон в 15-м. Фурия, нестойчивая. Продолжение следует... 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 Саффи в 73 хп, кстати, может позволить себе пострелять. Видит в итоге бок Римба. Напоминаю, Сирсон красный, Саффи ставит точку. Поздравляем команду Фурия. Отличное выступление и уже минимум топ-8 для команды Фурия. Но мы видим, что эта команда настроена двигаться намного. Прямо сейчас за мной четыре тысячи радостных бразильцев. Сегодня случилась сенсационная победа. 3-0. Фурия прошла в плей-офф. Такое никто не ожидал. Сейчас остается только один вопрос. Что будет дальше? И это точно. Нас ожидает очень, очень горячий плей-офф. И я очень сильно соболезную той команде, которая будет играть против команды Фурия. Прямо сейчас играет герой китик-риквит. Сафф, очевидно, болеет этим ликвит, потому что в этой команде играет я-лайн-шифрик. Фурия на футболе китик-риквит и футболе китик-риквит и футболе китик-риквит. Фурия на футболе китик-риквит. И это же самое с Тесесом. Вау, Юкендо победит эту дюву. Нет, 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 нет. Как он получил 2-0? Традирует стомп, как они тратят блоки. Нитро это осуществляет. И мы наступим к облажке. Все, что ты можешь сделать, ликвит может сделать лучше. Я максимально рад, потому что Кэддин умеет поддерживать свою команду. Умеет работать на аудиторию. У него был сзади бразильский флаг. И, понятное дело, он заработал репутацию здесь. Но, в любом случае, ликвит должны еще выигрывать. Ну, а сейчас я вам покажу, как выглядит стадион, когда игры уже закончены. Никого здесь нет. И выглядит это, конечно, интересно. Я просто не могу представить, что нас ждет в плей-оффе. Если сейчас, тут всего 4 тысячи мест. Будет 15 тысяч. Когда матч заканчивается, игроки подходят именно сюда. Вот здесь они стоят. Ну, а тут же находится стримерская для Галлуса. Как вы понимаете, его голос, его комментирование включено здесь по динамикам, и люди слышат именно португальский язык. Это все равно не просто так. Все потому, что здесь 99% это именно бразильцы, которые английский знают не очень хорошо. Ну, и у Галлуса огромнейший просмотр. Мне кажется, популярность CSGO очень сильно поднялась только из-за того, что есть Галлус, есть Fallon и есть бразильская сцена. И я хочу сказать респект Галлуса, потому что он реально работает по 24 часа в день. Каждый день стримит из дома, каждый день стримит здесь. Он со всеми фоткается, улыбается. В общем, я не знаю, откуда у него столько энергии, но чел хорош. Кстати, мы сделали ролик про Галлуса, всю его историю, кем он был, кем он стал, и почему он считается здесь легендой. Пожалуйста, посмотрите этот ролик, он на русском языке. Вы можете нажать сюда и посмотреть на канале Cybershop. Ну, а сейчас, я думаю, мы можем пойти спать и вернуться сюда уже на последний день Legend Stage, потому что уже совсем скоро мы перейдем к плей-оффу в совсем другой стадион. Пока! Привет! Новый день, и сегодня я проснулся уже в другом отеле, потому что сделал check-out. Я, оказывается, жил в предыдущем отеле, в фавеле. Ну, не в фавеле, ладно, но там в пяти метрах. Все таксисты мне говорили, что это опасное место, лучше уезжай отсюда. Ну и плюс, это очень было далеко от арены. А сейчас я прямо у арены, то есть мне нужно пешком пройти. Номер очень классный, давайте я вам покажу его. Кстати, еда на этаже тут. Ну, тут, кстати, какие-то котики есть. Так. О, солидно, очень солидно. Тут какой-то вид появляется, я еще не видел ничего. Смотрите, какой красивый у нас вид получается здесь. Это, конечно же, лучше, чем в прошлом. Ну и цена отличается, конечно, гораздо. Ну, выглядит квартира прям супер. Она явно не на одного, но какая разница, чел. Я киберспортсмен. Ладно, поехали на арену. Вет не клеилась. Игра у игроков защиты. И сейчас все еще не клеится. Син! Алло! Китов! Последняя надежда не пошла! Стрельба! Один фраг. Один фраг отделяет Na'Vi от плей-оффа. Это ГГ. 2-0. Команда Na'Vi отправляется в чемпион стейдж Мейджор в Рио. Понятное дело, сейчас там не было криков, как будто это была победа Фурия. Но если выигрывают сейчас Ликвид, у нас заходит Пике. Но, конечно же, хочется, чтобы выиграли бы Спирит, потому что СНГ команда. Но, в любом случае, что есть очень важное, что отметить. Na'Vi будут играть, скорее всего, в плей-оффе против Фурии. И я очень сильно сожалею об этом, потому что для Na'Vi это будет очень серьезное напряжение. И есть даже ощущение такое, что они смогут проиграть. Но вы, мой Пике, уже знаете и исход этого турнира тоже. Сейчас огромнейшие вопросы, огромнейшие вопросы, что произойдет. Осталась одна игра. Ликвид против Стим Спирит. И на этом заканчивается Ликвид Стейшн. И начинается самый сок этого турнира. Следующий гейм. Фурия с Na'Vi. Кто выиграете? Фурия. Фурия. Окей. В моем сердце сказали Фурия, и в моем мозге на Наве. Я думаю, что Фурия будет победителем. Только Фурия. Только Фурия. Осталась последняя игра. Ликвид играют против Тим Спирит. И я поставил свою ставку на борьбу. Я поставил на Total 2.5 коэффициент 1.92. 10 тысяч рублей на винлайне. Посмотрим, что получится. Я привык уже проигрывать на этом мажоре. Но надеюсь, эта ставка залетит. Потому что, по идее, у команды реально похожи. Тут должна быть борьба. Должны сражаться. Я не могу сказать, за кого я болею сейчас. С душой за Эспирит. Пиккеймом за Ликвид. Такая вот история. Все может закончить на вертика здесь сейчас. По фешку залетает. Нидра дает враг. Неплохо. Но Чоппер дает 2 под ветку. Екендар. Один в два. Теперь снайд в первую и вторую позицию. Он просто душит. Стреляет в одну сторону и погибает. Вот Майджикса. И это карта для Тим Спирит. Он все равно не решает. Кто будет принимать эту последнюю позицию. На табле. 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 И Чоппер подходит. Все ближе и ближе. Скрытая угроза становится явной. 2 в 4 на бомбе. Один. Еще минус. Никитар последний. Это ГГ. Тим Спирит выходит в бой оф Мейджера в Рио. Дамы и господа. 16-13 итоговый счет. Это все огромнейшая очередь, чтобы получить роспись от Фолна. Но от меня сейчас точно никто не хочет росписи. Я слил людям пекемы. Хоть я и говорю, что не нужно, как я ставить, люди все равно ставят. И потом еще меня хейтят. Боже, это так неприятно. Но с другой стороны я понимаю, что люди доверяют. 4 из 5. Такое впервые. Я не помню, что у меня были такие провалы. Как же играли Ликвид. Как же играли Тим Спирит. Это просто супер близкая игра. Я не знаю, как можно ближе сделать. Я на этой ноте заканчиваю ролик. Я не знаю, каким он получился. Но он был насыщенным. И сегодня очень много чего. Если тебе понравился такой материал и ты ждешь продолжение, то я жду от тебя очень сильно лайка. И это очень сильно поможет этому каналу. Завтра у нас челлаут. А послезавтра начинается плей офф. Будет очень интересно. Да, это, наверное, конец. Господи. Посмотрите интервью с Джеймом. Не знаю, вот тут. Я делал вóу. Спасибо за просмотр! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в следующих видео! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...